Когда нужно посмотреть на дальний объект с приближением, на ум сразу приходят бинокль или подзорная труба. Но обе эти вещи в некоторых ситуациях носить тяжеловато. А вот такая штуковина запросто поместится в карман или дорожный рюкзак. Что представляет из себя монокуляр и как его выбрать? Давайте разбираться на примере оптических приборов компании Carson. Если сказать просто, то монокуляр – это половинка бинокля, сохранившая его оптические свойства. Он пригодится на охоте, на экскурсии, во время похода, одним словом, там, где потребуется на что-то посмотреть вдалеке или, наоборот, рассмотреть мелкий предмет вблизи с увеличением. Большой популярностью монокуляры пользуются у любителей гольфа. Для поклонников этого развлечения даже есть специальные модели. К примеру, Carson Havk Eye 7х18 оснащаются дальномерной сеткой для определения расстояния от игрока до флажка. Конечно, основной плюс всех монокуляров – это небольшие размеры. Посмотрите на модель Minimight 6х18. Веса в этой крохе вы даже не ощутите. Начнем выбор с технических характеристик. Основной параметр – это кратность и увеличение. Если посмотрим на маркировку на упаковке, то это первое число. Оно обозначает, во сколько раз монокуляр увеличивает объект. Следует учитывать, что чем выше увеличение, тем больше может быть заметно дрожание руки и смазывание картинки. Поэтому может потребоваться какая-то стабилизация. К примеру, у модели Carson X-View 7х32 на корпусе есть резьба для крепления на штатив. Монокуляры могут оснащаться фокусировкой. Она делает использование более удобным и практичным. Чаще всего фокусировка сделана в виде колесика. Но есть и оригинальные модели, как Carson Bandit 8х25. Здесь управляем фокусом в одно касание. И делать это можно одной рукой, что очень удобно. Следующий показатель для выбора – это диаметр объектива. На него указывает второе число в маркировке. Чем больше диаметр, тем больше светосила прибора. От этого показателя зависит четкость картинки. Обязательно следует обращать внимание на поле зрения, размеры видимой области. К примеру, на упаковке этой модели написано 379 футов из 1000 ярдов. Получается, что размер видимой области в наш монокуляр на расстоянии приблизительно километр будет составлять около 115 метров. Закон оптики. С увеличением кратности поле зрения уменьшается. Если вам нужно широкое поле зрения, не покупайте прибор с большой кратностью. Немаловажный показатель при выборе и вынос выходного зрачка – это расстояние от глаза до окуляра, при котором поле зрения видно полностью и, как правило, колеблется оно в пределах от 2 до 20 мм. Этот показатель влияет на комфортность наблюдений. Чем меньше вынос выходного зрачка, тем ближе придется подносить глаз к линзе окуляра. Для многих наблюдений очень важно, насколько близко может сфокусироваться монокуляр. Поэтому обращаем внимание на минимальную дистанцию фокусировки. Есть модели для наблюдения за дальними объектами, есть своеобразные лупы, а есть и универсальные монокуляры, которые позволяют и дерево на скале увидеть, и рассмотреть мелкое насекомое в паре метров от вас. Преимуществом всех монокуляров Carson выступает оптимальное соотношение увеличения и минимальной дистанции фокусировки. Выбирая монокуляр, также не стоит забывать о наличии просветления на линзах, которые улучшают яркость картинки. Все монокуляры Carson оснащены высококачественной оптикой. С техническими параметрами разобрались. Теперь поговорим об удобстве и практичности монокуляров. У монокуляров Carson корпус отличного качества, прочный, прорезиненный, не выскользнет из рук. С помощью вот этого шнурка прибор можно носить на шее. Модели могут комплектоваться чехлами, которые можно носить в сумке или повесить на пояс. А может быть и вот такой крабин. Чтобы не бояться непогоды и высокой глажности, следует выбирать монокуляр с влагозащитным корпусом, к примеру, модель Black Wave 10х25WP. Чтобы правильно выбрать монокуляр, нужно четко представлять, для каких целей он будет использоваться, а также помимо технических характеристик не забывать обращать внимание на удобство использования.